Играю как-то и ем, квалифайер, в лесу и иду с Красного Баффона в Россию, оттуда зафлешивается мой мидер уже заигначен и умирает. Мы снимаем? А, здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на итоги полуфиналов чемпионата мира. Только что прошли два полуфинала, это корейское дерби между командами SKT-T1 и Rocks Tigers, и Samsung Galaxy играли против H2K и нас ожидает и корейское дерби в гранд-финале. SKT проходит свой третий финал чемпионата мира и повторяют успех команды УЗИ два чемпионата мира подряд в гранд-финале. Ну и Samsung могут опять-таки стать двукратными чемпионами мира. Я Михаил Алсюрзверев, мне компанию сегодня составят ЗАГ и Генезис. Ребята, здравствуйте. Добрейший вечерочек, Михаил. Вот первый вопрос, конечно же, вы оба спрогнозировали победу команды Rocks Tigers над SKT, и теперь вы оказались не правы. Почему вы думали, что Тайгерсы обыграют SKT, а SKT их все равно переиграли? Ну, такая ситуация, что ты смотришь на прошлое выступление, на то, что было, и Пенат вроде бы перестал лить дурака в матче против AdWords Gaming, но, кажется, нет. Вот, и оказалось, что все равно его косяки остались, его проблемы с психологией, и пиковая форма Пената привела бы к тому, что Rocks Tigers победили бы, но его не было в первой игре, второй, третий, иногда он у меня появлялся в четвертой. Вот, и вообще, Лесники были в этой игре слишком большой, не знаю, помехой иногда и не фактором, поэтому без Пената это та же самая команда с Ходжином, а с Ходжином Тигры слабее, чем SKT. Поэтому подвел молодой, всегда волосый Лесник. Ну, я, кстати, прогнозировал то, что SKT выиграют, несмотря на то, что в некоторых матчах, когда Tigers очень хорошо драфтили, я ставил на них, но я даже не думал, что Tigers'ы смогут такой сильный отпор дать и в такой прям тупик их загнать этой пиком, особенно, что и МФ, когда SKT просто не понимали, что им делать. Но я был уверен, что SKT выиграют, и на World Esports я тоже на SKT поставил. Кстати, ты отмечал в начале нашего стола аналитики, что ты не видишь чего-то такого в Смебе, который считался лучшим топером этого турнира. Как считаешь, он себя проявил вообще в этом БО-5? Ну, в этой БО-5 он проявил себя довольно-таки неплохо, особенно против Дюка. Но Дюк – это не тот топ-лейнер, который может сагрессировать, выиграть свою линию и уже влиять на игру именно. То есть он, наоборот, если команда его ведет, и он ее догоняет и помогает. Вот, допустим, Смеб мог бы… Я бы посмотрел Смебу против Куви, кто сильнее из них. А так Смеб на фоне Дюка смотрелся намного сильнее. Но если брать чемпионат в целом, и групповую стадию, и чет-финал, то я не могу сказать, что этот Смеб заслуживает первого места. МФ-ка Саппорт, который мы увидели, что она должна была сделать в этом матче? И у нее стопроцентный винрейт, во второй день у нее тоже была победа одна, и команда так и не разобралась, что с ней делать. Есть какие-нибудь идеи у вас, что с ней можно делать? И почему она так хорошо работает? Почему до нее никто не дошел до этого полуфинала? Дело в том, что, в моем понимании, на нее отвечают, пытаются сочетать агрессией в виде Зайра, или наоборот она берется в Зайру, и тут, возможно, стоит вернуть старое сустейн-бутлейны с нами, с Кармой, может быть, и тогда МФ ее паук, он просто будет как-то… Ну, понимаешь, что Льзов получает уже стадия, где у тебя уже есть, скорее всего, сайдстоун, где у тебя уже есть какой-то еще айтем, то есть это уже поздняя стадия игры, где, в принципе, лейнинг-фаза прошла, а тут проблема в том, что тебя запушивают и именно гнобят на лейнинг-фазе. К тому же, МФ обычно берется с им мобильным ДК, и вообще это очень легкий для попыток гангать больших, типа, лицопорт, то есть будет там агрессивный лейстник реально, который бы наказывал это, а как мы говорили, что, например, в первом его опять не было, лейстников, которые прямо играют из рук вон хорошо, кроме Бенги в последних играх, вот, поэтому вот хорошо наказывали, кстати, в принципе, штукей с Янкосом МФ-ку сегодня, там были хорошие заходы, и на первом уровне, и потом, и МФ-ка умирала при этом. Однако вопрос, будут ли МФ брать Самсунги с СКТ, потому что, в моем понимании, это чизовый пик, которому есть контр-плей своеобразный, я думаю, главное, это агрессия на линии со сустейновым бот-лейном, но при этом агрессия лесника, вот. А как-то оба полуфинала играли еще и другие линии особо лесниками. Ну, пока мы видели, МФ-ку брали именно как контр-зайры, то есть если в ранней стадии забирается Зайра, в ранней стадии драфта, то потом идет МФ-ка. И МФ-ку пока не пикали против других саппортов и в других связках только с Ашой. В других связках мы ее пока не видели. Поэтому, что с ней делать? Не пикать ран на Зайру, в ранней стадии Зайру, либо банить МФ-ку. Но при этом у тебя был нереальный, ну, у нас был нереальный винрейт на Зайре весь чемпионат мира, и тут как бы МФ-ка просто как ответ Зайре. А в чем именно ответ? Я думаю, что это максимальное количество урона, которое может выдать связка саппорт Ада Кэри по Стреляши. То есть нет саппорта, который давал бы больше урона именно на максимальном рейнже, не подходя к Зайре и не споставляясь под ее ультимейт. Тут такой спонтанный ликвид появляется. Брэээнд. Брэнд особенно, ну, хотя, может быть, но при этом брэнд, например, блокирует цветы Зайры, его прокаст, а ему нужно дать 3,5 для прокопассивки. Вот, и сложнее. Ну, цветы блокируют, но после Стреляши ничего не блокируют. Самое главное, бренду нужно подойти и дать 3 каста, а то есть 4 каста. МФ на касту Тултимейт, этого хватает. Тут еще проблема в том, что ты не можешь знать наверняка, как правильно законтрить МФ-ку, потому что у тебя просто нет опыта. Где? В Солоку, но она встречается очень редко, тем более на саппорте. Это как такие пики, как Варус, как ТФ. Ты никогда, ну, в тимранкетах сколько там, допустим, вот за всю мою карьеру, в тимранкетах я там, может, пару раз играл против ТФ-ы на скримах и пару раз против Варуса. То есть наиграть как-то опыт против этих чемпионов просто невозможно. Поэтому, если вы не знаете этого матчапа и как правильно его законтрить или что-то сделать, то просто лучше потратить один банк. Кстати, Алистар может быть, в моем понимании, как ответа на МФ-ку. Но, опять же, я думаю, что сказал правильно Зак, это будет именно контрпик Зайре, если он будет. А просто так брать МФ-ку, это, ну, неправильно и рискованно, особенно, когда ты играешь после СКТ. Хотя команды, по-моему, банили МФ-ку на разных сторонах, то есть возможность контрпика была. Я думаю, просто, что они не успели подготовить его за это время и не хотели. Ты видишь такую какую-то абсолютно дикую историю, ты ее решаешь, ну, все, спасибо большое, не надо. Вот, заебанюй, все, и мне будет проще играть. Зайра важна очень для СКТ команд. К Зайру все тренировали, было видно. Все 8 команд, возможно, с ней играли так или иначе. А МФ, ну, появилась и не было времени на нее как-либо реагировать. Опять, при этом, во втором полуфинале Самсунги показали себя и Дмитрий, который болел за них с самого начала чемпионата мира и болел за Куви, по-моему, достаточно сильно. Что нам показывает Куви и вот относительно матча по Куви-Дюк, который будет в гранд-финале, есть ли между ними разница большая? Ну, я вижу просто яму между ними, потому что Куви, во-первых, спрогрессировал по ходу этого турнира, во-вторых, по ходу вообще этого года, потому что начинал он, он не был таким игроком, который стампил свою линию или возвращался прямо из жесткого отставания, потому что сегодня первые две игры, его ганкали, он там был 0-2, 0-3, терял вышку, First Blood получал Ада Амны, который весь турнир играл суперкруто. И Куви после этого возвращался, убивал его в соло, спушивал вышку, сплитпушил, постоянно напрягал всю карту, то есть, по сути, Куви играет лучше, чем и Смеп, и Дюк, вот, в вчерашнем противостоянии. Куви – это цветок, который Зак так и не распустился, потому что это очень агрессивный листоппер, который долгое время был, играл на Хикариме, на Джаксе, его убивали постоянно, потому что агрессия была неразмеренная, а теперь как будто он максимально прочувствовал и матчапы, и свои греальные силы, именно поэтому он резко начинает своей агрессией выигрывать линии. В моем понимании, ближе всего сравнить его будет со Смепом на прошлом чемпионате мира, вот, с играми на Фиоре, на Ривен, вот, похожие очень стили игры, в моем понимании, вот, и мне кажется, именно поэтому он тампонирует Заку, потому что у них очень похожая философия на линии, максимальная агрессия, именно трейда, трейда, трейда и абстрагироваться Лесника, вот, потому что, ну, Заку не взялся. Главный вопрос, была ли у Зака философия на линии? Я уверен, была. У меня всегда была. Когда был Лесник, когда перестанут быть Лесник. Когда не было Лесника, философия ушла, и началась бронная философия, бринная философия. Вопрос следующий, вот, перед этим чемпионатом мира, как вам казалось, какой будет гранд-финал, и относительно того, как вам казалось, и что будет вот на этом чемпионате мира происходить, и этот гранд-финал, который в итоге получится, вы рады такому раскладу, такому гранд-финалу, вы расстроены таким гранд-финалом, вы захайплены перед этим гранд-финалом. Потому что, ну, можно было бы сказать, допустим, я уверен, что Генез все еще может считать, что гранд-финал состоялся в первом матче, допустим. Вот, кто-то может сказать, что там китайцы действительно underperforming, кто-то до сих пор может считать, что INX, если бы только они забанили Джейса, они были бы уже в гранд-финале, возможно, досрочно. Вот, кого бы вы хотели изначально видеть в гранд-финале, и разочарованы ли вы таким вариантом событий? Ну, я лично не разочарован, типа гранд-финал без СКТ это не гранд-финал. То, что в Самсунге до него дошли, я тоже очень рад, потому что одна из трех команд, за которые я болела, тоже дошли. А насчет турнира, если в целом говорить, то, ну, меня он, наверное, немножко разочаровывает, потому что все чит-финалы прошли в одну калитку, все полуфиналы, ну, не считая только СКТ Tigers, потому что там была интрига прям такая до последнего момента. Сегодня я немножко расстроился, что H2K так прям подвели, и я не скажу, что Самсунге прям суперкруто играли, потому что видно было куча ошибок. Первые две игры особенно, когда там просто бегает 5-1-15 Алав и поучаствовал во всех киллах, и, по сути, во всех линиях, куда он не заходил, он забирал килл. То есть это ошибки Самсунгов. Но Самсунги смогли там больше в макроигре развиться, а вот все лейнеры и H2K провалились. Поэтому, не знаю, смешанные чувства, то, что моя любимая команда шла в гранд-финал, это круто, но, по сути, все плей-оффы были слабые. В группах почти все команды тоже подздали, американские, тайваньские, китайские, то же самое. То, что единственное, наверное, еще можно выделить, что и NX прошли в чет-финал, это прям суперкруто. Я не скажу, что я прям 100% на это рассчитывал, я очень этого хотел, и я рад, что они смогли это сделать. Я думаю, я согласен с Заком, что нужно было видеть эскателя ком-то один в финале. Почему? Потому что, если бы мы хотели выигрывать, мы играли только с ботами в Лигу Легенд. Нам нужен серьезный оппонент, и любой команде хотелось бы именно Эскатэ обыграть в финале, потому что это доказательство самим себе, что ты заслужил этот трофей. Вторая команда, Самсунги, работяги, правда, дисциплиной и очень-очень большим прогрессом работ над собой, они смогли эту вымучить победу, именно вот видно была работа весь год. Остальные команды, я думал, что это, скорее всего, будет гранд-финал СКТ, ROX, СКТ, EDG, EDG ROX, но потому что по форме EDG в Китае казалось, что Китай неплохой регион, и, казалось бы, Дворгейминг там прямо сияют, как СКТ в свое время сели в былые времена. Однако, ну, получилось то, что с Китаем получилось всегда получать, всегда в оверхайп не оправдался. Поэтому я доволен, считаю, что это красивая история андердога, команды, где нет ни одного, кроме вообще ни одной звезды, потому что Амбишн не звезда, это такой ветеран. Он был звездой, но перестан. Он был звездой, но сейчас он не звезда, он, скорее, какой-то оплот, какой-то фундамент команды, который именно вроде бы опытный, но при этом особо-то ничего на пике своей формы он не достиг. Вот. Краун такой, опять же, молодой и вроде перспективный, и остальные при этом на их фоне немножечко меркнут, но работают очень много по ходу игры. Кстати, было ощущение, что раз Краун у нас был в Бразилии, правильно, и CoreJJ у нас покатался по миру, то есть на этих ребятах, в принципе, обычно на корейцах, которые уезжают из Кореи, можно смело ставить крест в плане международных достижений, потому что только Insec и Zira когда-либо добирались до чемпионата мира, будучи корейцами, и покинув Корею, скажем так. Вот. И вопрос-то, собственно, в том, что, во-первых, команда смогла собраться с нуля, и с КТ был базис. Но, в конце концов, Кома, конечно, мы можем его хвалить, что он строит команду с нуля, но когда у тебя в команде фейкер, наверное, это попроще, чем строить совсем, когда у тебя все уехали, как это было с Самсунгами. Поэтому думаю, что это будет красивый финал, не три партии, и я надеюсь, что Самсунги всю свою игру еще больше продвинут. Вот. Поэтому я считаю, что история красивая более чем. Зак сделал вот так вот пальцами, когда слушал Генейса. Что бы это могло значить, Зак? Ничего. Нервишки сдают? С ним чуть-чуть. Все еще горит Кос-1, но в Россиях. Не отпускает. Если смотреть тенденции чемпионата мира, в третьем сезоне очень сильно выиграл МИД. Если смотреть на четвертый сезон в гранд-финале, очень сильно выиграл ЛЕС. Если смотреть на пятый сезон в гранд-финале, там очень сильно выиграл ТОП и ЛЕС. Ну, потому что Марин там с Меба в каждой игре уничтожал просто. Ну, или проигрывал ЛЕС у команды как раз Тайгерс. Вы оба сделали прогноз на аналитик ДЭСК, я даже не буду вас спрашивать. Вы оба сделали прогноз на Самсунгов. Какая линия Самсунгов выиграет этот гранд-финал? Кьюви, я думаю. Я думаю, что это будет именно венец его прогресса. От игрока, который был якорем в своей команде, нужно было его кикать. До игрока, который вот сейчас выигрывает абсолютно всех. Потому что кого у нас хвалили импакт и смеб? Ада Амне. Ада Амне был унижен по всем фронтам. Это серьезно, очень редко. Он проигрывает именно линии. Умирает один на один. Он может не выигрывать ее и стомпить ее в Европе с неплохими туплеймерами. Так-то там и Визичач есть. Есть, в принципе, опять же, и Очень Вундер вырос, например. Опять же, есть тот же самый Экспект с помощью Трика. Однако так, чтобы Ада Амне, казалось бы, рассчитывал, зная свои силы, пошел убивать Кьюви и получал просто по щам в ответ. В матчапе, который для него сильнее якобы, типа того же Экко и Кеннон, это, правда, очень-очень красиво выглядит. Поэтому я думаю, что Дюк, который именно, наверное, все еще слабое звено из КТ этого состава, этого сбора, скажем так, должен будет, скорее всего, попытаться именно их идеальный рисунок игры подпортить. Так что я ставлю на Кьюви, хотя я фанат Крауна, но тут... Но вот то, что Кьюви свою линию выиграет, это я в этом прям уверен очень сильно, но то, что он будет именно тем... А ты был уверен, что СМЕВ в прошлом году выиграет линию Марина? Нет. А ты? Нет, потому что на самом деле между Марином и СМЕВом не было такой большой разницы, как сейчас. Окей. Марин был первый, кто выкатил Крокодила против Дариуса, и тогда он запустил эту мету Крокодилов. А если вернуться к этому, то я поставлю на Кровно то, что именно он должен быть тем человеком, который приведет свою команду к победе. Потому что если он фейкер не переиграет, то будут большие проблемы. Скажем так, Кьюви, наверное, будет большим центром внимания и всего, но именно Краун должен за эту неделю спрогрессировать и сделать шаг вперед на уровень. То есть он сейчас хороший медленер, но там фейкер, поэтому он должен быть великолепным медленером. Я думаю, что вот в плане... Нужно быть не просто хорошим. Да, но чтобы если говорить про то, кто должен именно прыгнуть выше головы, себя вытянуть немножко по уровню игры, это должен быть Краун, безусловно. Или Бланк? Такая небольшая шутечка подлетела у нас. Да там только надо уровней, наверное, 6-7 пройти, чтобы в гранд-финал-то попасть, иначе дядя Бенги будет в каждой игре. Вот вы, кстати, как считаете, в гранд-финале кто из КТ засияет, Бенги или Бланк? Потому что пока сложно сказать, в группе играл в основном Бленк, в плей-оффах играл Бленк, ну, в четвертьфинале, а в полуфинале играл Бенги. Вот с Бленком на самом деле та же история, что была и с Бенги в четвертьфинале. Его выпустили, дали ему лисина, дали плохой пик остальным игрокам, все линии ничего не могли сделать, и он на этих линиях тоже никак им не мог помочь. Игру они проиграли, его сразу заменили, с Бленком игры пошли, потому что и драфты стали намного лучше, где Бленк смог реализовываться. Все, они выиграли там три игры подряд, все, Бленк хороший джанглер. Тут получается так, что выпускают Бленка после победы, когда играл Бенги, играют против МФ Киаши, где бот просто стомпится две игры подряд вообще без шансов, ботлейна у тебя нет, ферстблады тоже отдаются, куча голды проигрывается, карта начинает разыгрываться, и он вроде как, он никогда не был ранним джанглером, когда он в ранней стадии там заганкивал все, он был таким размеренным, выформиться, спокойно все там, где-то помочь. Потихоньку начинать разгонять свою игру. И СКТ это не ранняя стадия команды, они всегда выходят в лейт, в мидгейм потихоньку, на ротациях, все у них всегда стабильно, никакого риска, там на шорт две-три вышечки Т2, отошли и забрали дракона, все размеренно. А там были такие моменты, что ранняя стадия настолько сильно проигрывается, будь там Бенги, будь там два бланка, они все равно те игры проиграли. Поэтому я не скажу, что если бы, допустим, с теми же драфтами, когда выпустили Бенги, был бы бланк, я бы не думаю, что они бы проиграли еще одну игру с ним. Интересная логика, просто если я правильно понимаю, вы, по крайней мере, все время говорите о том, что в Самсунге команда все равно должна допрогрессировать, и все равно СКТ выглядит как Final Boss. Тем не менее, ваш прогноз на гранд-финал не был 3-2, то есть, ну, насколько я себя понимаю, правило БО-5 и исходы, результаты, да, если правильно оценивать, то 3-0 это игры команд двух разного уровня, ну, если 3-0 идет, если 3-1, то это обычно либо команды разного уровня, где одна команда одной из игр за тральбасила, например, и DJ против ROX, очевидно, одна из таких игр, или там, Samsung White против TSM, там, два года назад, вот. А 3-2 это как раз счет двух равных команд, которые реально, там, пятая игра крайне редко бывает с томпом в БО-5, как, например, было в матче ROX с КТ или любой финал Кореи, если взять, там, КТ-буллиц с КТ третьего сезона. В моем понимании не так работает, я считаю, что будет 3-1, как я сказал на Найс Деске, и это будут очень игры немножечко затянутые, и такие прямо стомповые. И тут дело в том, что я не думаю, что прогресс Samsung'ов требуется по ходу БО-5, требуется вот на этом периоде, вот, и когда уже они выйдут на сцену с Тейпов-центра, там уже поздно будет расти, вот. Вот, и там Samsung'и, я думаю, учитывая темп, учитывая текущий стиль игры, самое важное, что в стилях игры, который, в принципе, он похож на доработанный стиль Rock's Tigers, потому что у них бывают и агрессии, бывают затянутые игры, у них неплохие лейны, в принципе, если не тральбасит ботлейн, вот, а он в последнее время играет хорошо. Я думаю, что, скорее всего, их игрок будет чище, чем у из КТ. На предыдущий вопрос встречая, я уверен, что будет Бенги, потому что у нас всегда был Бенги. В чем проблема? Он не чувствует мет, он плохо играет механически. Вот, якобы чемпионы ему некомфортны, и вот нужно нам другого лесника. Бенги потрясающе играет на Лисине, на Олафе, на Элизе на этом турнире. Три чемпиона. И Нидали, вот, 34 чемпиона, все в мете, механически потрясающе играл последнюю игру. В чем проблема? Зачем нам нужен молодой, неопытный, челкающий? Лисни, когда он есть потрясающий, феноменальный, красавец, миллиардер и филантроп, Бенги. Еще пара десятков чемпионатов мира, и будет миллиардер. Но у Бланка тоже есть Зак против Алафа, когда он против MLXG играл суперкруто. Также он на Алафе играл против того же MLXG, когда был на Лисине, тоже суперкруто. Тут, не знаю, я не верю в то, что Бланк... Бланк сыграл, может быть, не настолько хорошо, но драфт все равно был... Не то, что даже драфт, а вот эта именно заготовка МФА поставила просто в тупик. Я просто считаю, что Бланк немножко молод, и поэтому его мозг работает иначе, чем, например, у Амбишина. И Амбишина может, как он сделал это со Синскереном в игре против ТСМ, заутсмартить. Аккуратненько подчизить на опыте, на, не знаю, на уверенности в себе. И вот Бенге такой не придется точно, я уверен в этом. А вот Бланка можно поймать, Бланк немножко начнет уже более шатко играть, такой ненужной СКТ. Им нужен хороший надежный Лисник, особенно для Фейкера. У Фейкера много соло-смертей на этом турнире, потому что он не чувствует спину за собой Лисника и делает агрессивные плей на грани ножа, и с этого ножа он падает, и все. Потому что он знает, что, ну, не получилось на капельку, и все. А Бенге помогает ему в этом. Бланк не всегда, поэтому Бланк может быть проблемой, а Бенге будет, я думаю, надежной ставкой. Что ж, друзья, уже на следующих выходных будет гранд-финал чемпионата мира по League of Legends 2016 года, и играть в нем, как вы поняли, будут команды Samsung Galaxy и SK Telecom T1. Матч будет начинаться в полтретьего ночи, но это выходные, и мы ждем вас там. Так что обязательно приходите и посмотрим, кто же окажется сильнее, Samsung или SKT. Пока!